Сейчас вы узнаете, кто пробился в полуфинал Лиги Европы и кто с кем сыграет. А спонсор этого выпуска является телеграм-канал Утка Геймс. Это тот канал, с помощью которого действительно можно зарабатывать. Ребята ежедневно публикуют бесплатные прогнозы, а также их вейп-прогнозы можно получить после оплаты. То есть вы заплатите только после победы. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии, так что заходите и будем зарабатывать вместе. Рома победила в Риме в добавленное время Фейнор 4-1. В первой игре голландцы выиграли 1-0. С итоговым счетом 4-2 Джала, Росси вышли в полуфинал. Их соперника узнаем в конце. Одним из героев встречи стал аргентинец Дебала. Благодаря его голу на 89-й минуте матч перешел в овертайм, где победу команде Мауринио принес Эль Шарави и Ло Пеллегрини. Знаете ли вы, что за 4 месяца нового года голландцы потерпели только второе поражение от Аякса и Ромы? Сегодня команды встретились в пятый раз в своей истории. Рома одержала третью победу, а Фейнорд имеет одну. Ювентус и Спортинг в Лиссабоне сыграли в единственную сегодня ничью. Первая игра, которую с минимальным счетом выиграли туринцы, выводят их в полуфинал суммарным счетом 2-1. Голлами отметились Робьё на 9-й минуте, он же скосил соперника в собственной штрафной. Англичанин Эдвардс на 20-й с пенальти сравнял счет. Как известно, между очными матчами 1-4 финала клубы провели игры в своих чемпионатах и сыграли неудачно. Юви уступился Суола, а Спортинг спасся в конце с Араукой. Поэтому без проигрыша серии у них нет. А теперь заглянем в историю противостояний. Ювентус выиграл два раза из пяти, Спортинг – один. И дважды зафиксирована ничья. 13-я команда Испании. Севилья разгромила Манчестер Юнайтед на своем поле 3-0. В первой игре англичане с самой титулованной командой турнира сыграли в ничью 2-2. В итоге Севилья выиграла противостояние с общим счетом 5-2 и получила еще более сильного соперника. Дублем отметился НС Ри. Один мяч УБД и мяч Акампаса отменили из-за офсайда. Клубы встретились на одном пути в шестой раз. Севилья выиграла четыре матча. Дважды был ничейный результат и ни единого поражения. Испанцы продлили серию без поражений до пяти матчей в различных турнирах. Байер разобрался в Брюсселе с Юнионом 4-1. Напомню, в первой встрече они расписали ничью 1-1. Немецкий представитель вышел в полуфинал с общим счетом 5-2. Бельгий забили уже при счете 0-3. Отмечу быстрый гол Мусы Диаби на второй минуте. До этой стадии команды никогда не пересекались. Байер 12 матчей не знает поражений во всех турнирах. После матча 1-4 финала в Лиге Европы остались 6-кратный чемпион Севилья, 3-кратный обладатель Кубка УЕФА Ювентус, финалист Кубка УЕФА и обладатель Лиги Конференции Рома. Байер победитель 1988 года. У Италии две команды, как в Лиге Чемпионов. Одна у Испании и одна у Германии. Манчестер Юнайтед Спортинг, обидчик Шахтера Фейнорд и Юнион покидают Еврокубки. В полуфинале Севилья сыграет с Ювентусом, а Байер сразится с Ромой. Игры запланированы на 11 и 18 мая. Лучшими бомбардирами являются Решфорд, МЮ и Бонифас Юнион, у которых по 6 голов. Лучшим ассистентом остается Эдвардс из Мить Юландо 5 пасов. Надеюсь, вы умеете ставить палец вверх. Подписывайтесь, напишите в комментариях, у кого самые высокие шансы, чтобы пробиться в финал. До встречи на спортивном.